Владимир Путин возможно появится на саммите Большой Двадцатки. Предстоящая 19-я встреча главгосударств G20 должна пройти 18-19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии пытается организовать визит российского диктатора Владимира Путина на саммит группы 20-ти, пишет издание Фолха Деспауло. Но он не будет туда ехать, если не будет 100% гарантий и правовой базы под то, что он останется на свободе. Очевидно, что в Бразилии понимают все риски приглашения Путина на данный форум, имиджевые и политические. Но в принципе главная угроза того, что они понимают, что Путин и его ближайшее окружение готовы пойти на любые беспрецедентные меры. И очевидно, что если Путин будет лететь в Бразилию на эту встречу, то его будут прикрывать ядерными ракетами, да, либо с подводной лодкой, либо межконтинентальной, баллистической. Ну, то есть варианты, к сожалению, в России в этом плане есть. Предыдущие два саммита G20 Бункерный пропустил и отправил вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова. На саммитах 2021 и 2020 годов Бункерный выступил из Москвы. В последний раз он лично присутствовал на встрече Большой Двадцатки в 2019 году. Очевидно, что Путин теперь очень бы хотел вернуться и на большую геополитическую арену. Потому что за годы вторжения его в Украину полномасштабного он перешел из рамка большого геополитического игрока в нерукопожатного преступника. И его возвращения на подобные площадки, как G20, могут стать своего рода обновлением и обнулением всего того, что с ним происходило за последнее время. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Бразилия ратифицировала римский статут, поэтому страна имеет право на арест кремлевского террориста. Однако, как пишет издание, бразильское правительство отправило в комиссию международного права ООН свое предложение по поводу приезда Путина в страну. Издание пишет, что сейчас этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств во время их международных визитов. Если Бразилия ратифицировала римский статут, то, очевидно, она должна двигаться в рамках этой парадигмы. Поэтому, если менять под каждого диктатора правила, которые устоявшиеся и которые были приняты всеми игроками, то это приведет опять-таки к хаосу, к невыполнению международных договоров, к изменению общих правил игры. И, очевидно, что это не будет влиять положительно на развитие международных отношений и на соблюдение законности со стороны всех этих государств. До сих пор президент Бразилии стремился позиционировать свою страну как нейтральное государство, которое может поддерживать отношения как с Россией, так и с Украиной. На самом деле, называть нейтральной Бразилию сложно, потому что они пытаются без резких заявлений пройти между капелек. Но, очевидно, что в таких основополагающих вопросах касаемо международной политики, все равно они выбирают тот нарратив и ту позицию, которая ближе к Китаю, но, соответственно, она ближе к Российской Федерации. Поэтому ждать каких-то, но откровенно, таких серьезных пасов для Украины со стороны Бразилии я бы не стал. В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом Бразилии. Но два лидера так и не смогли прийти к соглашению о российской агрессии против Украины, а также о присутствии российского диктатора на саммите G20. Европейские страны, Европейский Союз верят, что Бразилия может стать именно тем мостиком для того, чтобы месседжи и нарративы, которые постоянно продуцирует Европа касаемо и мирного процесса, и касаемо политики давления на Путина, то они верят, что Бразилия может стать этим мостиком между, так сказать, западным миром и авторитарным, который возглавляет Китай. Будет ли Путин принимать участие в G20 или нет, Кремль пока не подтвердил. Редактор субтитров А.Семкин